Не трудоустройство, так собственное дело. Проблему безработицы среди молодежи помогает решить государство. За счет программ жители не только находят вакансии, но и бизнес открывают. Так, в Акжаикском районе немало молодых людей, получив льготный кредит, стали предпринимателями. Все подробности в следующем материале. Житель села Кобыл Акжовского сельского округа Бигжан Зулкашев до пандемии работал вахтовиком. С приходом в страну COVID-19 мужчина попал под сокращение. Тем не менее, сельчанин отчаиваться не стал и решил открыть собственное дело. Бизнес-идеей Бигжана стало изготовление стройматериалов с последующей продажей. Предприятие, что называется, выстрелило. Сейчас не время сидеть сложа руки. Вот и я подумал об открытии своего дела. Мы с моим зятем нашли всю необходимую информацию в интернете. Сами изготовили оборудование и теперь занимаемся выпуском железобетонных колец. С июля начиная мы изготовили и продали уже 40 таких изделий. Стоимость одного железобетонного кольца 25 тысяч тенге. Покупатели товар хвалят, выстраиваясь чуть ли не в очередь. По словам начинающего предпринимателя, заявок много, причем даже из соседних сел. Бизнесмена поддерживает местный Акимат. Сейчас Бигжан получил направление для профессионального обучения. Это чтобы овладеть новыми навыками. Кроме того, молодой человек оставил заявку на получение льготного кредита. А это чтобы закупить современное оборудование и увеличить объемы выпускаемой продукции. Стройматериалы оказались очень прибыльным направлением. Железобетонные кольца пользуются большим спросом. Покупают их либо крестьянские хозяйства для своих нужд, либо местные жители. Сельчане ведь проводят в дома воду и устанавливают септики. Бизнес у молодого предпринимателя хоть и успешный, но сейчас приостановился. Тут уже погода внесла свои коррективы. Изготавливать стройматериалы зимой на улице – задача невыполнимая. А специального помещения пока нет. Однако Бигжан Зулкашев не отчаивается и планирует воспользоваться господдержкой, чтобы построить приспособленное здание для работы. Аналогичную помощь оказывают и другим начинающим предпринимателям. По итогам прошлого года 32 молодых человека прошли краткосрочные курсы по программе «Бастау Бизнес». Также хочу отметить, что один из жителей нашего района стал обладателем гранта. Стоит отметить, что на сегодняшний день в районе 7950 молодых людей. Из них 156 открыли собственное дело. Алексей Кочемасов, Тарас Кожимов, Айдос Кисимов, телеканал «Акжейк».